В Дмитровграде. Это в Ульяновской области. Сегодня на войну с браконьерами снова вышли рыболовные войска. Местные жители, уставшие наблюдать, как рыбоохрана тщетно борется с незаконным ловом, решили сами разобраться с нарушителями закона. Они заплывают в такие места, куда инспекторы даже не суются. Рвут браконьерские сети, рыбу выпускают, а видео выкладывают в интернет. Прежнее руководство рыбоохраны после этого уже лишилось должностей. Активистов сыпятся угрозы, но останавливаться они не намерены. Репортаж Михаила Чернова. Поход по реке они выдвигаются максимально скрытно. Эти люди себя называют рыболовными войсками Дмитровграда. Рыбаки и охотники, объединившиеся против браконьеров. За сезон охраняем браконьер, то есть один, у кого там есть лодка, он себе может там хоть за машину хорошую купить. Друг друга они нашли через социальные сети, чтобы рвать сети браконьерские. Рыба сейчас идет на нерест, но не доходит. Их охота начинается рано поутру. Сетки выбирают, рыбы выпускают рыболовные войска Дмитровграда для местных браконьеров, как кость в горле. Это не наша проблема, не у Ляновской области, это общероссийская проблема. И об этом все знают. Командир рыболовных войск, рабочий штамповщик Василий Кудинов, организатор местных соревнований рыболовов. В свои 33 звалил на себя задачи государственного масштаба, решив, где рыбоохрана не может, общественность поможет. Просто сеть снимать, у них нету галочки. Если на сети браконьер, то да, они снимут. А вот так вот они, вот их на сафе, они вот так не будут плавать, они их не будут снимать, потому что законодательство такое. Им за это зарплату не платят. Их численность неизвестна, персональный состав засекречен. На службе в рыболовных войсках и слесарь, и офисный планктон. Че, кому надоело из-за браконьеров ловить мелочь на удочке и снимать с винтов брошенные кем-то рыболовные сети. Сколько можно-то вылавливать ее тоннами, эту рыбу? Самое главное, что она ведь большей частью не продается, а потом тухнет на полках. Сегодня они служат на дальних рубежах, в протоках Черемшана, где настоящее браконьерское логово. Рыба охрана сюда и практически не заезжает, из-за того, что кругом мелкая вода, и ехать далеко рыба охране. Китайские сети – главное оружие их врага – кладбище для рыбы, птиц и лягушек. В основном алкоголики такие. То есть они заработали на рыбе, напились, и вот так вот у них вся жизнь продолжается. Тут можно ежедневно прям плавать и вытаскивать по десятку километров сетей. Записи со спасенной рыбой они потом выкладывают в интернет. Вот в ходе очередного рейда дорогу преграждает человек с веслом. В основном звонят. На телефон, то есть номер всем доступен. В основном звонят. Угрожает? Да. Что говорят? Дальше пошло. Поймаем, ноги сломаем. Когда угрозы не подействовали, браконьеры начали жаловаться. Это их имущество и то, что мы, то есть у них как будто это воруем. Хотя ставят все эти, там тоже до уголовной статьи, там статья 256 УК РФ. После их очередного видео руководство местной рыбоохраны лишилось должностей. Новый начальник ошибки предшественника повторять не стал и с общественниками наладил конструктивный диалог. Хотя бы потому, что на одного инспектора у него 100 километров реки. Три сотрудника именно во время нереста, это нереально справиться с этой большой такой задачей. Вы рыбнадзор? Нет. А кто вы? К таким вопросам они давно привыкли. Люди, которые мрачно наблюдают с берега, все как один. Честные рыбаки. Ну так-то здесь у меня нормально. Здесь я смотрю за сетями. Может какие-то дедушки где-то в камышах себе на жареху и ставят, а промышленных сетей здесь нет. Браконьерам сегодня опять ничего не обрыбилось. Затем, как жгут их имущество, они наблюдали из кустов. Но завтра будет то же самое. Бесконечная война. До тех пор, пока дешевые сети будут по карману каждому. Михаил Чернов, Игорь Акимов, Александр Танких, Николай Датсун. НТВ, Демитровград, Ульяновская область.